Всем привет, ребятки! С вами Флэш. Разработчики сдерживают свои обещания перед нами и уже начали реализовывать то, что указано в дорожной карте, где все планы по разработке игры. Один из пунктов был добавить дополнительное описание к оружию, в котором будут указаны все основные его характеристики. И они это сделали. Вот так вот это реализовано. Когда мы нажимаем на любое оружие, у нас появляется вот такое меню с основными характеристиками. Пока что такое описание добавлено только к оружию, которое представлено у меня в инвентаре. Допустим, такие вещи, как граната F1, C4, копья всякие, мечи. У них описания нет, у огнемета тоже нет. Но думаю, в будущем и к ним тоже добавят, потому что мне, допустим, интересно знать, какой меч сильнее дамажит, какой урон. В общем, тоже, скорее всего, добавят. Пока что имеем, что имеем. Основные параметры простые. Это урон, точность, отдача, скорость стрельбы и дистанция. Я распределил примерно все оружия, чтобы нам было удобнее сравнивать. Там СМГшки, дробовики, пистолеты отдельно, ну и которые 5.56 стреляют. И, наконец-то, мы уже можем видеть без всяких замеров через комбатлок, какое оружие, сколько он наносит урона, какая дистанция, перезарядка. Мы действительно видим, какое оружие в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Кстати, по некоторым пунктам у меня предельная ясность есть. Имеется, допустим, пункт урон, пункт дальность стрельбы и пункт скорость стрельбы. Это без вопросов. Но, допустим, точность и отдача я не совсем понял. Но почему, я скажу. Надеюсь, вы поможете мне разобраться. И проще всего будем мы, чтобы понятнее это все было, пробегаться конкретно по каждым пунктам по оружию. Мне кажется, это будет очень интересно. Допустим, урон. Максимальный урон самый топовый, естественно, у болта. Я об этом уже много раз говорил, но некоторые спорили. Говорили, у 249 больше. Но нет, ребятки. Самый топовый урон, как я и говорил, по замерам по всем, 75. Ну, это, наверное, без учета дистанции. Просто вот максимальный урон, который возможен. 75. Это получается не в голову, потому что там множители урона. Х2. Кажется, да, Х2. Это просто обычное попадание в грудь. Второй по урону идет, по пулевому урону. Это, понятное дело, 249. У него 65 урона. Потом калаш. Потом М-ка. Калаш 50. М-ка 40. Допустим, вот эта берданочка наравне с М-очкой. С ЛР-кой я ее М-кой называю. Вот такой у нас интересный урон по СМГшкам. Самый слабый у нас у самодельного пистолета-пулемета. Потом М-35. Ой, МП-5 и Томпсон. 38. Это из СМГ. У нас есть даже параметры у арбалета и у лука. Лук 50 урона, арбалет 60. Что касается дробовиков, тут, скорее всего, урон к артечу, потому что пулевой тут не указан. У простого самодельного дробовика 180, тут 180 и у этого 210. Скорее всего, потому что эти стреляют самодельными патронами, а этот красными к артечу. Возможно, с этим связано. Ну, естественно, Йока, он стреляет, опять же, к артечу, поэтому урон такой запредельный. А если стандартные пулевые пули брать, то получается 35 урона у револьвера, 40 у Пэшки, 45 у Береты и 55 у револьвера Питона. Вне конкуренции, естественно, стоит ракетница. Ей тоже добавили параметры. У нее урон написан 350. Естественно, она на первом месте по урону, но она стреляет не пулями, а ракетами. Далее, следующий параметр. Я сначала разберу те, которые мне понятны, как говорится, тут сразу все понятно. Это темп стрельбы, скорость стрельбы. Ну, болта крайне маленькие, 35. Я не знаю, это выстрелов в минуту получается, да? 35 выстрелов в минуту, скорее всего. Калаш с ЛРК, у них одинаковый темп, 450. Очень сильно превосходит. Ну, не очень сильно, 50 выстрелов. Это 249, 500 выстрелов. Берданка тоже имеет приличный темп стрельбы, 343. Далее, лук, ну, точнее, арбалет 17, крайне маленький. Лук, естественно, побыстрее, потому что арбалет очень долго перезаряжается. 60. Далее, СМГшки. Самый топовый темп стрельбы. Это у самодельного пистолета 600. То есть, даже 249 не обходит по скорости. СМГшка 600, МП5 тоже 600. И Томпсон немножко проигрывает по темпу стрельбы, но зато у него самый топовый урон, если брать СМГшки. Далее, дробовики, ну, тут понятно, 13 скорость, 120 и этот 55. Я так понимаю, двухстволка за счет того, что у него два ствола. Хотя, не совсем понятно, почему у него такой гипервысокий показатель с темпа стрельбы. И пистолеты Йока 30. Револьвер 343, крайне приятный. Пэшка 400, то есть на уровне примерно как калаш. Далее, 249, ой, 92-я. Тут вообще тоже вне конкуренции 600. То есть, самый топовый показатель это у самодельного пистолет-пулемета и у Беретты, 92-й. И револьвер Питон 400, тоже крайне высокий. Ну, ракетница это так просто, 10. Она вне конкуренции, потому что это особенный класс оружия. Ну и последний, понятный мне пункт, это дистанция стрельбы. Самая топовая дистанция, я не знаю, как это расчет ведется, это 306 у болта. У калаша у ЛР-ки по сотке, то есть это, я так понимаю, просто 100, какой-то стопроцентный показатель. Не знаю, как он рассчитывается. Или это 100 метров дистанция, на которой снижается, до которой снижается урон, или после которой, наоборот, снижается. То есть, не совсем понятно. Потом 249-ю приятно уделил. То есть, удивил, точнее, у него второй показатель. Он идет по топу после урона и по дистанции после болта. Болт вне конкуренции первый по урону, по дистанции. М249-й по урону и по дистанции второй. Потом берданочка на уровне калаша ЛР-ки по дистанции. Лук, точнее арбалет приятно удивил. 3135, то есть даже дальше, чем штурмовая винтовка ЛР-ка берет. Лук 60, дистанция поменьше, потому что он более навесной, траектории стреляет. Далее, СМГшкин тут вообще все печально. 34, 48, 60. Дробовики еще печальнее. Опять же, тут, скорее всего, расчет по картечи 20, 20 и 40. Йоко пистолет 20, пистолет 24, 30, берета 60 и питон 48. На удивление, хотя у него дамаг больше. Скорость пули, я так понимаю, больше, но при этом дистанция почему-то меньше. Ну и ракетница, дистанция 1. Опять же, не знаю, почему такой параметр стоит. Ну и два пункта, которые не совсем непонятны. Это точность. Начнем мы с него, потому что я не понимаю, как числовое значение отражается на ней. Допустим, болт имеет точность 2. Допустим, коллаж 3. ЛР-ка 4. То есть, по идее, ЛР-ка точнее, чем коллаж. А по параметрам получается, что нет. И пулемет 7. Берданка 4. Такая же, как у ЛР-ки. То есть, я думаю, вряд ли, что берданка, точнее, болта. Потому что болт имеет двойку. Берданка 4. Такую же, как у ЛР-ки. То есть, не совсем понятно. Тут тоже арбалет 3. ЛР-ка 2. Лук. То есть, лук по точности, как, получается, болт. СМГ-шки. Тройка. Пятерка. У МП-5. И у этого тоже пятерка. Дробовики. Тут с точностью, как бы, похуже. 15. У них самые большие значения. 15-14. Дальше. Йока 17. Самое низкое значение точности. Далее. Пистолет 5. 4. 4. И 6. То есть, вот этот параметр я не совсем понял. Я только могу назвать самые топовые значения. Это у болта двойка. Причем, я думал, наоборот, чем выше значение, тем точнее. А тут получается наоборот. Потому что, вот видите, этот показатель. У болта двойка. И вот эта шкала заполнена практически. А, допустим, Йока пистолет 17. И вообще эта шкала даже не появилась. То есть, очень низкое значение. Хотя числовое, наоборот, очень высокое. То есть, обратная зависимость получается. Чем больше число, тем меньше точность. А я думал наоборот. В общем, самое низкое значение в числовом варианте. Это Йока и все дробовики. Видите, у них 15-14. У остальных более-менее там до 10 укладывается. 5, 4, 3, 5, 3, 3, 2, 4, 4. И самое топовое значение у болта 2. Опять же, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. И второй параметр это отдача. Отдача. Опять же, числовое значение, смотрите, 7. И шкала практически заполнена. Берем сразу же соседний калаш. Числовое значение еще больше. То есть, 25 вместо 7. И шкала уже в половину меньше. То есть, логично предположить, что чем выше значение, тем больше отдача, тем хуже. У болта значение, наоборот, меньше. То есть, тут опять обратная зависимость. С этим все понятно. Чем больше значение, урон больше, значит лучше. Дистанция больше, значит лучше. Fire rate, скорость стрельбы больше, значит лучше. А тут наоборот, чем числовое значение меньше, тем лучше получается в точности и в отдаче. В общем, в любом случае, болт отдача 7, калаш 25, лрка 17. То есть, она по идее числовое значение меньше, отдача поменьше. Так оно и в игре. Вот этот, вообще непонятный параметр. То есть, теоретически, у 249, если в нашей логике судить, отдача 7. То есть, у него еще меньше должна быть отдача, чем у калаша и чем у лрки. А теперь ставим просто ради интереса сюда и делаем по одному выстрелу. Смотрите, отдача одиночный калаш. Насколько повысилась, собственно, мушка прицела лрка. И теперь у 249, насколько прицел ходит просто ходуном, чуть ли не на полэкрана. Хотя, по вот этим значениям, у него должна быть меньше отдача. То есть, вот этот тоже мне параметр не совсем понятен. То ли тут немножко намудрили, ошиблись. Но, в любом случае, вот такие вот параметры отдачи. Опять же, у полуавтоматической 7, у лука с арбалетом 9, 9. У смгшек 25, то есть, наравне с калашом отдача тут 16. Тут 25 тоже. Дробаши, отдача 22, 30, 22. И Йоко пистолет 7, опять же, крайне маленькая отдача. Этот 7, 10, 19 и Питон 18. У этих отдача большая, ну, получается и числовые значения. У ракетницы 30. Что в итоге мы имеем? Что самое низкое значение, что касается отдачи, у нас у болта, у 249-го, 7-ки. Самые высокие значения, это вот у дробашей 22, 30, 22. У калашей с ЛР-кой. У ракетницы вообще 30-ник. И, собственно, вот этих двух пистолетов, револьверов. 19 и 18. Вот такое вот приятное дополнение. Казалось бы, мелочь, но намного приятнее уже видеть, что у тебя за оружие, какое параметры. Особенно круто их сравнивать по каким-то параметрам. Теперь это все можно наглядно делать. Кстати, сразу проверил. Небольшой минус в том, что, к сожалению, навесное оборудование пока что не влияет на параметры. Допустим, мы знаем, что вот это ускоряет темп стрельбы. Глушитель снижает урон. Но, вот, допустим, темп стрельбы 450. Я ставлю ускоритель. Он здесь отображается, но темп стрельбы не меняется. Вот я хотел бы, чтобы сделали еще так. Чтобы каждое навесное оборудование... Вот глушак ставлю, урон уже становится там не 50, там 45. И я это вижу, насколько мне выгодно ставить что-то. Дульный тормоз, отдача, да, по идее, он уменьшает. Но отдача остается 25 на таком же уровне. Вот это было бы вообще просто шик, если добавить, что навесное будет моментально менять ТТХ оружие. И ты будешь видеть, что лучше ставить, что хуже. Вообще, стоит ли мне это ставить? Это было бы вообще высший пилотаж. Но, надеюсь, это в будущем добавит. Так сказать, ТТХ в реальном времени. В любом случае, пишите все свои комментарии, что вы насчет этого думаете. Особенно по этим двум непонятным параметрам. Почему отдача у 249 больше, чем у Калаша, но при этом числовое значение, наоборот, такое же, как у Болта. То есть, не совсем ясно. То есть, тут налицо обратная зависимость. Чем выше число, тем получается хуже. Лучше бы сделали все с одной зависимостью, чтобы интуитивно понятно было. Выше число, значит лучше. А тут как-то не совсем ясно. Все, ребятки, пишите свои комментарии. Будет интересно очень почитать. Делитесь своими впечатлениями о том, что разработчики вот уже начинают придерживаться дорожной карты. У них же план до конца года все это реализовать. Они реально прям по пунктам идут. Там, кстати, в дорожной карте уже прям зачеркивают, они пункты, которые выполнили. Вот недавно уже зачеркнули. Танк Брэдли, потому что они его добавили уже. Скоро, наверное, NPC-шки. Сейчас вот этот пункт зачеркнут. То есть, реально придерживаются дорожной карты. И вообще, это не пустые обещания были. Поэтому так глядишь в 2018-м, и действительно, плоты машин и там воздушные шары появятся. Ладно, все, ребятки, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok